А мы встречаем на ковре Мадину Юнусову, нашу гостью из Узбекистана. Мы желаем ей хорошего выступления. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В основной состав сборной Узбекистана ходит эта девочка, тренирует ее Севар Каримова. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо. Мадина Юнусова. Продолжение следует... Мадина Юнусова. Очень динамичное начало. Вот мы увидели сейчас исполнение элемента планше с согнутой верхней ногой. Называется элемент Сакура. В честь фамилии нашей гимнастки, японской гимнастки, простите. Сакура Хаякавы. Да, верно. И выполнена была с небольшой ошибкой. Возможно, судьи не засчитали этот элемент, поскольку данный элемент предполагает касание ногой любой части головы и любой части ноги. Должно быть закрытое положение кольца. Сейчас тренеры уделяют очень много внимания именно положению верхней ноги, закрытие кольца, а также положение ноги в прыжке, касаясь. Она должна касаться кончиками пальцев головы, правильно? Или кучка? Не обязательно кончиками пальцев, но любой частью ноги. Это может быть икроножная мышца или даже бедро, если это супергибкая гимнастка. Но обязательно касание. К слову сказать, если кольцо с прямой ногой, касание не обязательно, но должно быть близко к голове. Яркое, энергичное выступление Мадины. Вот чуть-чуть не хватило до закрытого кольца. Возможно, судьи засчитали этот элемент, но... Причем она вполне могла это сделать, правда? Ну, на самом деле, это тяжело, это сложно. Да, нужны определенные группы мышц, и это нарабатывается с опытом. За это предусмотрена сбавка 3 десятых. Довольно серьезная сбавка. Иногда элемент, который стоит 3 десятых, имеет сбавку 3 десятых, делает совсем невыгодно.